ПЕСНЯ Я не знаю, подними её! Что? Не стесняйтесь, ничего тут страшного нет! Давайте ещё раз! Соберитесь уже, хватит! Марат Михайлович, тут Дунаева. Перерыв! Здравствуйте, давненького многоуважаемого Валентина… Георгиевна. Валентина Георгиевна, присаживайтесь, пожалуйста, чай, кофе, минералку. Нет, нет, спасибо, я только что из дома. Светлана Автандиловна, будьте любезны, из холодильника Мадерочки принесите, холодненький, пожалуйста, для повышения, так сказать, творческого тонуса. Гениально! Бесподобно! Это то, что нужно! Просто стопроцентное попадание в роль! А вот как раз насчёт роли я и хотела с вами поговорить. Без проблем! Без проблем многоуважаемая Валентина… …эээ… …Георгиевна. В конце концов, давайте уже перейдём на «ты». Работа предстоит интересная, долгая. Вот поэтому, давайте договоримся, я Марат, можно просто Марик, а вы, Валечка… …не возражаете, если я так вас буду называть? Ну, по глазам вижу, что не возражаете. Так вы уехали сразу, что вы выберет. МРАЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Слышь, командиры? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это вообще что? Мы где? Все завтра. Сейчас находим свободные, на, и спать. Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Должен вам признаться, Валечка, это мой дебют, режиссерский дебют Я, видите ли, кинокритик, но я надеюсь, что это все в прошлом Ну, а вы знаете ли писать о других? Пусть обо мне что-нибудь напишут И скажу вам по секрету, писать будет о чем? Сценарий гениальный И должен сказать вам по секрету, написанный мной Нет, нет, во мне колокольчик не самоуверенность, нет Объективность, данная нам в ощущениях Это будет прорыв, бомба Начало серебряного века в отечественном кинематографе Вы знаете, насчет сценария я и хотела с вами поговорить Да, я весь в внимании Вы знаете, целиком сценарий я прочесть не успела Но с некоторыми моментами, касающимися моей роли Я ознакомилась, ну точнее с одним моментом Камера медленно панорамирует по телу женщины От ног до волос на голове Все Все, да не все Знаете, конечно, с тех пор, как я поговорил по телефону с Пашей Ваша роль несколько видоизменилась и сократилась Но! Сегодня ночь меня осенило Я понял, что этот кадр должен стать рефреном всего фильма И таких панорам в фильме будет 10 Ровно 10, Валя Марина Михайлович, там к вам художница по костюмам прислала Ну пусть подождет Для персонажа Валентина она совершенно не нужна Простите, я так понимаю, костюмер со мной работать не будет? А зачем? Мы вас будем снимать обнаженной? Что? Обнаженной, ну Понимаете, ваш персонаж это Это квинтэссенция эротических фантазий И сексуальных инстинктов главных героев Зажатых в тиски морального ханжества Это стержневой образ фильма Это третий главный герой Вы меня понимаете? Да-да-да, понимаю Подождите, а может быть для лучшей квинтэссенции Мне какую-нибудь небольшую тату сделать? Ну так, в области живота Прекрасно Прекрасно Вот, вот, петелька, крючочек Вот мы с вами зацепились, как две творческие натуры А как вы представляете себе эту татуировку? Вот, подожди Я вижу ее в виде Желтой розы Опутанной колючей проволокой А, как вам? Нет-нет, я думаю, все намного проще Нужно сделать татуировку Всего четыре слова Да, любопытно Иди в жопу, Марик Это будет лучшим местом в твоем фильме Субтитры сделал DimaTorzok Далеко, человек мой дорогой В туалет? Что, у вас запрещено? Почему запрещено? Иди, родной Ночью все равно никуда не сбежишь Да и утром тоже Дальше Дальше Можешь не стараться Здесь не ловит ничего Поэтому телефоны не отобрали Понятно А тебя как зовут, человек мой дорогой? Дмитрий Так, не тушуйся, Митяй Вещи твои никуда не денутся Народ у нас честный, работящий Не пьющий Потому что сухой закон Так что вернуть тебе все После вахты трудовой Че за вахта? Обычная Коптильня у нас здесь Рыбная А бугром Таранов Иван Селиверстыч Человек серьезный Даже, можно сказать, суровый Но честный Все, что заработаешь Отсюнявить Руки в руки На следующий сезон Еще наниматься Прибежишь На следующий, может, и прибегу А в этом я же эту работу не искал Так не человек работу ищет, Митяй А работа человека Ты что ли, дядя Бова? Можно и так Присаживайся Махнешь? Не льешь, махну Лиманы хорошо знаешь Наверное А здесь бывал? Везде бывал Слышишь, Фуфел Ты не быкуй тут Смотри, куда тебе показывают Нет, зачем мне быковать Я через Лиман Все свои триходки прошел И Фуфелом на кичи Не подъедаться Ты не горячись Человек, и дело серьезное За что чалился? Браконьерство Первый ходка Двушка Остальные по три В общем так Два косаря Ведешь нас туда и обратно Если не по топляку До вашего места Часов двенадцать жарить А если по топляку Так я же понимаю Что вы не вдвоем Туда намылились И в руках Не удочки понесете Понесем, что понесем Вот и я говорю, уважаемый Не катит по топляку Большой компанией И зарплата ваша Не катит А сколько ты хочешь? Пять А табло твое не треснет? Не треснет, уважаемый Не треснет Если после вашего путешествия Я четвертый раз На рары Залечу Че каркать-то Дядя Вова Пять так пять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ствол чей был? Мой После хавчика таран тебя ждет А когда хавчик будет? В обед ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Петрушин, Олежка, вот пофартила тебе Дима менеджер, присаживайся, позови-ка нам малевальщика, дружбан его армейский нарисовался, сиди, сейчас приведут тебе Олежку-то, Петрушин, другана твоего. По вашему приказанию и прибыл. Молодец, что прибыл. Ну давайте, обнимитесь кореша, поговорите за жизнь, вспомните будни боевые. Че стоишь, Петрушин, обними друга армейского. Я не знаю этого человека. Оба-на, вот такая неприятность. Шел трудиться, чмо. Благодарю Бога, что у меня людей не хватает. Одел выше крыши, так что будешь пахать у меня до холодов. Усек менеджер. На лыжи вставать не советую. Кругом болота, тропку волшебную знаю только я и пацаны мои. Но если все-таки надумаешь ноги рисовать, то предупреждаю, первый раз тебя заловят от петушат, пацаны мои, как дружка твоего Олежку Петрушина. А второй раз мне обессудь, гости к ангелам. Ты все время молчишь, как мальчишки бальчишь. Ты дрожишь, словно зайка. Ты мальчишка-знайка. Красив, как картина. Стоп! Стоп! Что вы как вареные-то? Не проснулись, что ли? Гена, что с музыкой? Да все нормально с музыкой. Все нормально. Я же не дурак, я слышу, тут чего-то не хватает. Четвертого подтанцовщика не хватает. А, а где... О, молодой человек, да-да, вы, можете на сцену подняться? Ну, буквально на полторы минуты. Давайте, давайте, и как-нибудь там что-нибудь. Ну, в общем, соответствуйте. Давайте. Давайте, давайте, еще раз сначала. Уходим, уходим. Фонограмма! Ты все время молчишь, Как мальчишки-бальчишки. Ты дрожишь, словно зайка. Ты мальчишка-знайка. Ты красив, как картина. Вредный, как уроки. Я твоя половина. Ты херок, я мальчишка-знайка. Мой дом из трех стен. И окно на зону. Мы вдвоем, Питер Павел. И Пэнк, длинный чулок. Я в твоих шкафах Проведу свою вождь. И тебя воспитаю. Всем хорошим девочкам Снятся одинаковые сны. Снык у этих девочек Как правило, печальные и грустные. Все плохие девочки Девочки припячки Снятся одинаковые Снятся одинаковые сны. Снятся одинаковые сны. Снятся одинаковые сны. Все плохие девочки Можем на секунду. А вы не хотите подзаработать, а? А то у нас сегодня вечером концерт Перед спонсорами, А четвертый танцовщик заболел. Да и у меня опыта-то нет. Ой, опыта тут Ни у кого нет. А все-таки 200 долларов за вечер. А потом вольетесь в коллектив В спастику, Все в порядке. Так что... Да я уже подрабатываю. Где? У Арзаманяна, да? Да нет. В московском уголовном розыске. Мне нужен график Гастрольных туров Дунаевой За последние два года. Люс, ну почему сразу бросил? Ну по работе меня выдернули. Ну куда-куда? В тюрьму, в бутырку. Люс, послушай меня. Почему ты такая недоверчивая, а? Слушай, Девяткин. Знаешь что? Можешь встать с колен. Клади заявочку на стол И отчаливай все. Получишь в порядке общей очереди. Нет, дорогая моя, Валентина. У меня даже заявки нет. Лина ушла в министерство. Так что обрывай мою жизнь Без заявки. А что же это? Все люди как люди у тебя Каждый раз в жизни обрывается, да? А потому что, Валентина, Все люди как люди. А я лучший следователь в управлении. Испепеляющий свою жизнь На очень нужный людям рабочий. Знаешь что, Девяткин, Скажи-ка ты мне, друг дорогой, Где ресторан, обещанный в прошлый раз? Я, между прочим, Из-за твоей дурацкой заявки Самого Сарычева подвинула, понятно? И меня выговор вкатили Вместо квартальной премии. Так что можешь вставать с коленочек И валить отсюда. Послезавтра ресторан с собой И отдельный кабинет. Окончательно, без поворотов. А что ты говоришь? А ты знаешь, какая у меня фамилия, да? Да, Станиславская. Правильно. Поэтому я тебе что? Не верю. Тем более, твоей зарплаты, Милый мой, Хватит только на две бутылки газировки В этом самом Савуе. Ужин будет. Бесплатный, безлимитный. Ты представляешь? Теща, директор ресторана, Проходит у меня по трем убийствам. Бросила письменным столом в Деверя. Ну, Девер-то увернулся, А стол в окно и трех старушек разом накрыл. Интересно, что ты в Деверя столом кидалась? Ну, обычная бытовуха. Дело не в этом. Главное, этот директор Очень любит свою тещу. Понимаешь? Он приглашает меня послезавтра в ресторан, Я приглашаю тебя. Ну, чтобы мне к капитанам до пенсии ходить. А ты до пенсии не доживешь, Если меня опять продинамишь. Ты понял? Угу. Клади заявку на стол. Здесь нераскрытые заказухи За последние два года в этих городах. Через два часа придешь. Прилечу. Девяткин, А как она стол-то подняла? Она тренер по тяжелой атлетике В женской сборной. Угу. Судя по удочкам вашим, Кинса серьезного из гизда, Вы ковырить будете. Да какого пчинса, дядя Вова? Так вот дод беспонтовый. Партовая правда, как жизнь моя. Ой. Ну, фарт он До поры по головке гладит. Ну, это и надежда. А на этом месте этом, Что крестом на карте, Там чего вообще? Кроме домишки, ничего. Что за домишка? Художник один подставил, Которого недавно замочили. Маньяк оказался. Девок сжарил, А потом перо им в бок. Вот отец одной девки И пришил его. А что кекса-то нашего К художнику на хату К этому понесло? Ну, может, порешил кого-то, Кроме брата Фенинова. Решил отлежаться, Пока шухер стихнет. Так выходит, что кекс наш Знал дырочника этого? Ну, художника. Ну, выходит, знал. Ну, так значит, Что местный он, ваш. Если б в дыру такую Налиман дернулся. Если бы он был местный, Его бы с седых В раз по фотке бы пробил. А так, Ну, безмечник, Ну, что гадать, скажи, а? Ну, сейчас повяжем его, Там реши. Повяжем. Ты мне уже третий день Вязалки вяжешь. Одного повязали уже. Жмуром рыб кормит. А ты, Сусанин, Чего молчал про дом И художника этого Залочного До сих пор? А ты спрашивал, уважаемый. Докладываю. Мы с товарищем капитаном Сопоставили Гастрольный график Дунаевой И сводку заказных убийств В городах, где проходили гастроли. Пока Перцев с Дунаевой Ну, в общем, пока у них Продолжались отношения В семнадцати из двадцати двух городов Где выступал Дунаевый Были совершены заказные убийства. Садись. Именно в период нахождения Там Дунаевой Ни одно из этих убийств Раскрыто не было. Вот, собственно, и все. Короче говоря, товарищ полковник, Соснов Дунаевой Перцев постоянно ездил с ней на гастроли Но есть мысли, что там он Субмичал приятное с полезным. То есть можно предположить, Что на нем еще семнадцать трупов? Я думаю, гораздо больше. После разрыва с ним Дунаевой Он же не прекращал Свою трудоходеятельность. Так, ну, и когда я услышу Интересно не очередную версию А доклад о том, что Перцев Отдыхает на нарах Понимаете, товарищ полковник Сейчас на него можно выйти Только через Дунаева Он очень хорошо маскируется На пять спрессов Ну так ты, Юр, ты и работай с Дунаевой Но если нужно, ты поселись у нее Нарушку к ней прицепи Да Нарушка здесь не поможет, Валентин Анатольевич А Дунаева, ну вот начала она С нами сотрудничать вчера А сегодня кто-то шли в информацию В прессу о ее родстве с этим Петрушиным Но она, конечно, думает, что это мы А на самом деле кто? Ну ясно, что это не мы У тебя все Почти Сойкин из кома вышел Напомню Наш банкир, на которого позавчера Было совершено покушение с огнестрелом Ну Завтра пойду показывать ему фотографии Перцева Сойкин из кома вот и оклемались помаленьку веселая вас здесь трудовая вахта ничего не скажешь веселая а кто ж спорит что ребята прописку вам устроили традиция такая прописали теперь выписывать будут могут и выписать все зависит от того как вести себя будете не вести себя хорошо на отлично а вот это правильно и зла на ребят не держите а что сделать культ традиция такая через мордобой жизни получить малеха а что супчик сегодня прохладный какой есть это было совсем не грел я холодно люблю любишь люби мы в где нигде не видишь вали отсюда здравствуйте здравствуйте вот к вам из муру ясно общаться будете не больше минуты а вот мне непонятно что от него хотите речь ему не вернулась и неизвестно вернется ли это раз а потом вообще чудо что он вышел из кома уже на вторые сутки после такого ранения это два ну открывать закрывать глаза не более того этого достаточно пройдемте игорь петрович моя фамилия девяткин я из мура мне нужно чтобы вы опознали человека который вас стрелял я сейчас вам буду показывать фотографии а вы если вы узнаете ну просто на несколько секунд закройте глаза хорошо спасибо игорь петрович что я требую вас доказать учись курс что случилось добрый день вячеслав борисович К сожалению, Валентина Георгиевна, не очень добрый. А что случилось? Звонил ваш супруг и просил уже сегодня домой вас не пускать. Как это? Ну, в общем-то, он имеет на это право. Дом-то записан на него. Извините. Нет, уж подождите. Вообще-то я являюсь его законной женой. И имею право на проживание. И вы, конечно, имеете. Подождите, вот только проводку у вас два года не проверяли. А при чем здесь проводка? Пожары довольно часто случаются из-за неисправной проводки. А, так он готов и дом поджечь, лишь бы мне еще одну подлянку сделать. Валентина Георгиевна, я только передал то, что меня просили передать. Дальше решайте сами. Подождите. Хорошо, а если я сейчас же вызову электрика, и он проверит всю проводку в доме? А? Ну, что будет, если я сейчас же вызову электрика? Вы не платили за охрану уже два месяца. Хорошо, я сегодня же заплачу. И с сегодняшнего дня ваш участок и дом от автоматической охраны отключены. А пожары, как известно, довольно часто случаются не только из-за неисправной проводки. Валентина Георгиевна, ну не делайте же из меня подонка. Вы же знаете, как я отношусь к вам. Ну и только одно слово господина Гвоздева, и меня завтра здесь не будет. И куда мне в 62 года идти прикажете? Вот. Очень прошу вас, съезжайте вы по-хорошему, не доводите до греха. Мне правда некуда идти. Спасибо. Да ладно. Спасибо. 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 А теперь я уберу руку, и мы с вами поговорим. Только тихо, без крика. Понятно? Угу. Тихо. 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 Где ваш альбом? Какой альбом? Ну, ваш дневник где? Зачем он вам? Олег Георгиевич. Ваш дневник – единственное доказательство вашей невиновности. Моя сестра знает, что я жив? Не думаю. Так где альбом? Дневник здесь. Где здесь? Ну, наверное, где-нибудь у Таранова. Вы обещали вернуть к концу работы. Это уже лучше. Как вы вообще сюда попали? Ну, так же, как и вы. Глаза завязали и доставили. Только вот еще студию сожгли. Я знаю, вы пытались отсюда бежать. Значит, вы знаете ту единственную тропу отсюда? Знаю. Но, пани, даже если бежать, то до побережья не меньше восьми часов. И все-таки я предлагаю вам попробовать еще раз. Бежать теперь вместе со мной. Нет, это бесполезно. Все равно догонит, и тогда уж мне точно конец. Я уж лучше доработаю до конца сезона и уйду отсюда на законных основаниях. Вы сами-то в это верите? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, слушаю. Очень надеюсь, что ты ознакомилась сегодняшней приосею. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну ты и мразь. Ну, Валечка, давай договоримся. Если я в свой адрес еще раз от тебя услышу нехорошие слова, твой открытый в оргазме чувственный рот станет общественным настоянием. Хорошо? Чего ты добиваешься? Тебя. Всего лишь тебя. Ты, наверное, крепко выпил. Как ты это себе представляешь после того, что выложил обо мне в газетах? Ну, я же человек без комплексов. И в некотором роде мне даже приятно, что моя любимая женщина, родная сестра маньяка. У тебя будут хорошо получаться страшные сказки, которые ты будешь перед сном рассказывать нашим детям. Пока. Я с утра пельмени пожарил. Надо только разогреть. Девяткин. Перцев звонил из ресторана Сатурна, это на Юг Западе. Ой, хороший когда-то был кабак, а. А со звонком что? Ну, что со звонком? Техотдел пробил мобильник, с которого звонил Перцев через пять и пятнадцать минут. Местоположение мобильника не изменилось. Так сказать. Вы считаете, что у Перцева от безнаказанности чувство бдительности притупил? Считаю, это студент, в госбанке. И то очень плохо. Особенно, когда дело касается моей зарплаты. Это факт. Слушай, бери своих, их в служебном входе. Этого забери с собой. Товарищ Кита, найдешься. Я сказал! Здорово. Я сказал! Заверное ленадцать минута не придется! Он нападаете поворотность. Его ленадцать минуты не занимает. Меня первый. Он нападает. Ленадцать минуты не niveau-падает. Нападала бы с двадцать минуты не бояться. Он нападает. Я не могу короче Websiterados замечает. Все пассаж schwутил глава колоком-давалиêu辛erme. Он прячен cinema, докладüne кто-то. span, asylum 혹 wyd kimse батentleя и не загадит. Твою мать! Отбой! Отбой, ребят! А ты от меня сегодня не пришла! А ладно, ну соскоб так соскоб, ну что, первый раз что-то не привыкать! Знаешь, даже спать не хочется! Пацаны, а где этот, кто-то подсел ко мне? Бухнете? Обухнем! Ну, молодцы! Товарищ, можно вас на минуточку? Ну, я, конечно, понимаю, что временные неудачи в борьбе с преступностью могут негативно отражаться на самочувствии. Но я, тем не менее, считаю недопустимым для работников правоохранительных органов распитие спиртных напитков во время спецоперации. Юго, это кто? Юго, это, это Пантелей Евдокимов, лет через семь это, ребята, начальник московского уголовного розыска. Может, выпьем, пока он еще не стал начальником московского уголовного розыска. Слышишь, практикант, в Москве полночь наступила? Ноль часов четырнадцать минут. Ну, поздравляю вас, товарищ капитан, с днём рождения. Желаю вам успехов по службе и в личной жизни. Спасибо. Держи. Побудьте дейвы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море, никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море, никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. А надо меня, ноль внимания, ей сосед ее чешет Есенина. Побудьте дейвы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море, никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море, никто не пьет. Понимаю я, что у Тамары кум Что у ей диплом и стремление И я вылил водку в аквариум Пейте рыбы за мой день рождения Побудьте день вы в милицейской шкуре Вам жизнь покажется наоборот Давайте ж выпьем за тех, кто в море За тех, кто в море Никто не пьет Давайте ж выпьем За тех, кто в море За тех, кто в море Никто не пьет По 50 грамм, товарищ полковник Ну ладно, давайте Жена все равно в санаторий Ну тогда вы что за именинника? Именинником он будет, когда В общем, он сам знает, когда Давайте, мы Просто за родителей Этого гения сыска Да, за родителей давайте Ну что? Именинник, можно тебя на минуту? Тебе мешок целлофановый показать? Какой мешок? А который у меня на голове был Когда дерьмо стекало С коллегией я только что Совместной, прокуратурой, МВД Рассказывать дальше? Ну может не рассказывать До конца недели срок тебе Шутки кончились Погоны я, конечно, не сниму Но другому дело отдам А тебя на землю спущу Участковым Слава богу, звание твое позволяет Будешь ты у меня, Юра, по земле бегать До самой пенсии Вопросы? А до пенсии до вашей Или до моей? Не хами, именинник Ну Че тебе Анатольевич До священия приехал Только что из МВД И что? Ну там один замминистра На пенсию ушел Он порекомендовал Меня на его место Только жениться надо До конца недели Для анкеты Давайте, держите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Товарищ капитан От лица всех курсантов Академии Министерства внутренних дел Разрешите поздравить вас с днем рождения И пожелать успехов по службе И личной жизни Польза Есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok